Вот уголь, вот розжиг, засыпаем уголь, плеснули розжига, почему не горит? Что не так? Дом должен быть идеальный, не дай бог, где-то что-то дует, где-то что-то капает, где-то что-то замерзло, воды нет, все это скандал, это недопустимо, и эта энергетика, она, конечно, вот напитывает место, здесь безумно расслабляешься и какой-то позитив внутренний испытываешь, ну, если ты умеешь отдыхать, ты по-любому это почувствуешь. Друзья, добрый день, кто впервые на нашем канале, знакомьтесь, Марина, основательница проекта, рядом Даль и Небали. Мы сейчас находимся на проекте, на базе отдыха Небали, и хотим, чтобы Марина нас познакомила со своим проектом и рассказала, скажем, о базе отдыха и ответила на все наши даже самые каверзные вопросы. Доброго дня, рада вас приветствовать на нашей балийской базе, название ее Небали. Мы находимся на побережье Истринского водохранилища, буквально в часе езды от Москвы. Сейчас я покажу вам наши виллы, мы обсудим, сколько нам эти виллы обошлись по стоимости, и покажем все объекты инфраструктуры, которые мы здесь уже реализовали. Это только первая очередь, которую мы уже закончили, в следующем году приступим ко второй. Мы все строим очередями, как мы это помним из предыдущего ролика, и здесь не исключение, точно такой же подход. Приглашаю вас прогуляться по территории и воочию увидеть все, что мы здесь построили. Вперед! Марина, ну расскажи, пожалуйста, немножко о комплексе, ну в целом о проекте. Андрей, мы находимся на территории базы отдыха Небали. Это наш второй проект. Мы говорили об этом в первом выпуске, что мы активно строим второй проект. Это он и есть. Мы наконец-то сюда добрались. Нам повезло с погодой, и нам повезло с тем, что мы успели закончить концы сезона. Хотя бы какие-то базовые основные моменты, которые по плану должны были быть в следующем году закончены, но мы успели, уложились в этот год. По сути, реализация базы активная с мая по сентябрь получилась у нас. Потому что изначально этот проект мы задумывали тоже как семейный, ну как обычно там скинулись, купили территорию, выиграли ее на аукционе. Она была не для нас предназначена. Это территория Уралвагонзавода, и Уралвагонзавод решил избавиться от неликвида, потому что база была брошена в ужасном состоянии. Это старые советские домики, которые без окон, без дверей, треугольнички, прототипы Афрейма модного сейчас, но в советском исполнении, без туалета, без душа, без ванны. Вот эти вот уличные рукомойнички, помним из детства, вот эти вот сосульки, которые поднимаются. И приехали мы сюда, понравилась очень локация, забрали ее под себя, очень долго вывозили мусор, ломали советские постройки. У меня, кстати, где-то есть видео, если интересно, можем вставить таким этим флэшбэком, потому что это, конечно, мы расстроились первый раз, когда это все увидели. Реально расстроились, потому что мы такие думаем, господи, сколько работы, как мы это все выведем. Ну и реально поняли, что не вывозим, потому что финансы, конечно, тут существенные. Мы немножечко недооценили этот проект, он намного глубже оказался и масштабней, чем изначально планировался. Здесь мы поняли, что по-любому нужно делать лодочную станцию, по-любому нужен ресторан, территория достаточно большая, 2,4 гектара, очень близко и комфортно находится. Можно доехать по уплатке, это буквально там 60 минут, можно доехать по Новой Риге, это чуть-чуть больше будет, потому что по Цикаду Цикад немножко тормозит. Но в целом локация очень комфортная, в течение часа ты выехал и ты в принципе на курорте, потому что у тебя большая вода со всех сторон, три стороны окружает Ислентское водохранилище. Причем это как бы заводь, но при этом вода большая, нет такого, что маленькая речушечка. Поэтому мы решили, что по-любому будем делать лодочную станцию, по-любому будем делать парковку для лодок, по-любому мы будем заводить сюда гидроскутеры, катамараны, катеры без капитана. У нас это все сейчас уже есть, САПы, люди, конечно, вообще преисполняются и вдохновляются. Приехал просто отдохнуть, тут столько развлечений, мы их внедрить успели вот буквально неделю-две назад под конец сезона, таки пока не замерзло. Очень нужны гидроскутеры, вот, лодки без капитана, тоже большим спросом пользуются. В общем, так это прям нормально, прокачали эту тему водную. Дальше мы коснулись ресторана, мы понимаем, что на такой территории, сейчас на ней 14 домов, а по проекту у нас 24 дома. Когда мы закончим все, это в следующем году будет 24 домика. Но 24 домика надо чем-то кормить, ну, мы даже сами здесь находимся, ну, реально не хватает ресторана, потому что каждый раз жарить шашлык каждый вечер, утром просыпаешься ты эту яишенку. А так классно, когда у тебя все пришло, вот ничего, хочешь жарить, жарь, не хочешь жарить, за тебя пожарят. Вот этот опцион, конечно, очень важен. Сейчас вот кто строит какие-то такие базочки, глэмпинги, я бы все-таки, конечно, добавляла ресторан, как минимум на завтраке, ну, то есть завтрак по-любому, чтобы был включен, а дальше, чтобы опционно можно было заказывать любое блюдо. Когда Лида там свое мясо привез, тебе его пожарили. Очень много, кстати, людей, и для меня это шок, потому что я и дрова могу порубить, и баню надо пить, я все это могу сама. Но приезжают гости, которые, вот уголь, вот розжиг, засыпаем уголь, плеснули розжига, почему не горит? Что не так? То есть очень много людей, которые до конца не понимают, как вот эта вот бытовуха деревенская работает вся, поэтому на такой случай нужен ресторан, конечно. Мастер-класс, да? Да, нет, так и было. У нас приезжали гости, я показывала, как рубить дрова, потом из этих дрова, говорю, ОБСЖ уроки вспоминаем, шалашик, колодец, постройка вот этих вот, да, конфигураций в мангале, потом туда уже угольочек засыпаем, который на базе древесинки уже горит хорошо. Вот мы заехали на базу, запарковались, тут мы предусмотрели очень большую парковочную зону, потому что по опыту прошлой базы нам не хватает, и сейчас мы ее вынуждены расширять. Здесь запроектировано сразу на большее количество машин, плюс мы также пускаем к себе на территорию гостей, которые просто приехали покататься. То есть мы сдаем отдельно технику, лодочки и гидроциклы, можно приехать, провести время на нашем пляжике, в будущем покушать в нашем ресторанчике, да, и даже не снимая домик, у нас прекрасно отдохнуть. Здесь у нас зона велосипедов, они в бесплатном доступе, также можно взять любой из велосипедов, поехать покататься по окрестностям, немножечко расширить круглосор, то есть и с воды посмотреть на базу, и по местности еще так прокатиться, посмотреть лес, тут очень красивое вида. Монастырь рядом шикарный какой, да, видели при заезде. Кстати, гости часто ходят. Получается, люди, которые приезжают сюда, им не обязательно здесь жить, они могут попользоваться техникой. А могут ли они попользоваться бесплатными велосипедами? Приехал, припарковался. Что-то происходит. Может, приехал, взял велосипеды, покатался, оставил обратно. В принципе, да, как бы ради этого, конечно, стоит ехать целый час по платной трассе и оплатить там 500 рублей, чтобы приехать и бесплатно покататься на велосипеде. Но если план такой, то да, возможно. Ну, как правило, приезжают вот у нас на вейк, на серф, все лето ребята там на пляжике почилить. Девушка отдыхает, он катается, потом меняются местами. Конечно, очень не хватает ресторана, очень ждем его, когда он у нас будет, и сможем тогда и покормить, и покатать. И останется только спать уложить, это уже есть. Когда мы начинали сносить эту базу, мы, конечно, тут все выкосили, все вычистили, но нашли некоторые интересные очень моменты, которые, ну, просто рука не поднялась выбросить. Это камни отдыхали ребята-каменотесы, в 73 году, кстати, прошлая база была организована, поэтому примерно в это время отдыхали ребята, которые профильно занимались высечением на камне. И вот они здесь высекли ряд камней, идолы, всякие различные там мордочки, и здесь есть камушек, который лето 1973 года была основана база Любоград Импульс. И вот запечатлено на камне, мы это все сохранили, так же, как фотоальбомы со старыми фотографиями, когда это еще база была в советском периоде, вот эти вот лица советского прошлого, мы все это, все это сохраним, и хотим сделать такую памятную историю, как было-стало, как история этого места. Мы постарались внедрить балийскую обстановку в Устинское водохранилище, как бы это ни звучало смешно, поэтому по всей территории мы расставили такие идолы, у нас есть водопады, то есть очень много чего развешано и спрятано по этой территории, поэтому отдыхая, вы в процессе будете открывать для себя постоянно какие-то новые штучки, которые были незамечены вами при заезде, это 100% будет. Я старалась спрятать, чтобы всегда было что рассмотреть, и всегда глаз за что-то новенькое цеплялся. Марина, у тебя два проекта, да, получается, мне интересно. До следующего видео, я, может, что-то еще где-то построю, позову тебя. Ну, смотри, то есть в какой момент вообще пришла идея второго проекта, и чем они кардинально отличаются? Финансами, это первое отличие. Они разные. Первый проект рядом Даль, мы делали обзор по предыдущему ролике, кстати, кому интересно посмотреть, будем рады. Да, ссылочка, кстати, появится сейчас на экране. И он такой семейный, он местечковый, он такой дикий, да, там все в лесу, это вот чисто домики, которые вот просто ты домик снял, наслаждаешься лесом, преисполняешься природой. Ну, и минималка по инфраструктуре, да, это, конечно же, фурака, конечно же, банька. Это завтраки, которые мы там умудрились сделать даже в этой локации, там 11 домиков, ну и такое все, прям вот именно глэмпинг. Вот прям комфортный, качественный отдых, но при этом на природе с минимальной инфраструктурой. Здесь это полноценная база. Это у меня иногда ощущение, когда я, ну, часто тут ночую, потому что работаем нон-стоп, 24 на 7, и когда выходишь с утра на верандочку, так как-то приятно, во-первых, атмосфера, кстати, нереальная, потому что раньше здесь была база отдыха, и вот это какая-то детская энергетика, которые там, детский спорт здесь были, у них соревнования устраивались на лодках с парусами. И эта энергетика, она, конечно, вот напитывает место, здесь безумно расслабляешься, и какой-то позитив внутренний испытываешь, ну, если ты умеешь отдыхать, ты по-любому это почувствуешь. Поэтому здесь другая история, здесь более плотненько расположение домиков, но при этом мы сделали зонирование, чтобы никакой гость никому не мешал. Мы нашли классные туи, привезли нам их к красоте из Адыгеи, представляешь, нашли, там дешевле просто было, подождали две недели, ничего, ничем подождем, в два раза дешевле взяли, все засадили, мгновенный забор, через два года вообще будет непроглядно изгородь, поэтому сделали зонирование, но при этом здесь больше на такую инфраструктуру, акцент. Здесь будет у нас спа-комплекс, большая баня, полноценная, не баня-бочечка, да, где там вот так вот все сели, там ютимся, подвинулись, а полноценная здоровая баня. Мы ее почти достроили, мы планируем запустить ее в сентябре, кстати, приезжайте попариться. Из нее будет выход напрямую в Истлинское водохранилище, можно будет нырять, зимой планируем прорубь, там вот эти все истории классные такие. Здесь у нас огромный эйлинг, у нас подразумевает хранение лодок на зиму в том числе, то есть на самом деле мало места, где можно хранить лодки полноценно, чтобы у тебя и летом они стояли, ну вот ты арендовал, например, лодочное место, поставил сюда свою лодку, да, надо тебе просто на лодку сел, поплыл, захотел вечером вернулся, снял домик, переночевал, прекрасным образом позавтракал в шикарном ресторане, который мы обязательно построим, вот, и здесь, конечно, такая инфраструктура уже абсолютно как вот база отдыха в хорошем ее исполнении, но не номерной фонд, я, кстати, не очень люблю номера, я люблю, когда вот собственное пространство, и там никто нигде не ходит, а именно домики, поэтому, конечно, проект более масштабный, он более интересный, он более сложный, безусловно, мы тут много чего новенького для себя открыли, того, чего в первом проекте мы не поняли, и оно с нами не случалось, то в этом проекте проблемки были, плюс есть ряд ограничений, которые на нас наложены, это водоохранная зона, тоже как бы с ней работали, это зона водопользования, это там пробу постоянно мы какие-то сдаем, ну, в общем, головняка тут намного больше, но интересно, очень интересно, очень нравится место, и мы видим перспективу. Здесь на территории мы уже собрали из опыта первой базы самые популярные дома, это дома, которые пользуются максимальным спросом, дома на две спальни, дома на парочку, это такой студийного формата дом с потрясающей панорамой, мы как раз к нему сейчас подходим, и можем посмотреть и немножечко заснять его внутри. На террасе стоит фурака, ваша, естественно, очень пользуется спросом, особенно сейчас, в такое осеннее время, когда вечером уже прохладненько, и можно залезть погреться, вообще, такой очень интересный здесь свой какой-то такой флёр, своя атмосфера, гостям очень нравится домик, предлагаю зайти его внутрь и посмотреть, как он выглядит изнутри. Очень небольшой домик, очень компактный, очень уютный, и, конечно, фишка абсолютно всех домов, это потрясающая панорама. Здесь безрамное остекление, высокий потолок, высота этого потолка порядка 2,70, и наслаждаться атмосферой просто великолепно, вечером сел на диванчик с бокалом вина, вид просто суперский, проектор тоже установлен, но практически никто не пользуется, потому что вид за окном заменяет абсолютно любую картинку. Все дома оснащены абсолютно всем необходимым для проживания, даже более того, абсолютно во всех домах есть холодильники с морозилкой, есть кофемашины, есть чайники, есть плиты, есть весь комплект посуды, ну, то есть прям полностью вот весь-весь-весь комфортный набор, который присутствует в каждой квартире, он присутствует и здесь в том числе. Из фишек это умный дом, очень удобная тема, потому что голосовые команды позволяют включить свет, выключить свет, включить отопление, сделать больше отопления, сделать поменьше отопления. Очень удобно, очень привыкаешь к этому, если где-то оказываешься, где отсутствует Алиса, например, то уже ее прям не хватает. Вот о чем я говорила, одна из опций, которая должна присутствовать в доме, обязательно это крытая веранда, здесь две крытые веранды, одна над фурака, а вторая над зоной, где просто можно посидеть, полюбоваться видом, посмотреть на закат, попить кофе, попить чай, утром позавтракать, часто вижу, что гости именно в этой зоне проводят большую часть времени, потому что с таким видом, конечно, чего бы не сидеть. Сейчас пройдем к фураке, мы расскажем про нее, это наша самая удачная модель, которую мы эксплуатируем и построили абсолютно во всех домиках, новые дома сейчас тоже у нас оснащаются этим чаном, очень удобные в растопке, ну, кстати, не реклама, как бы это не звучало компромиссно, не реклама, не реклама, реально нравится, именно поэтому мы их заказываем, не потому что нам их, Андрей, делать бесплатно, не делать, даже скидку не делать, кстати. Ну, теперь, походу, сделать, тогда перезапишем. Ну, в общем, классная история, ребята, молодцы, предусмотрели весь опцион, во-первых, это более свежее, это более что-то такое современное, потому что металлический чан, во-первых, там, долго греется, да, долго на растопку, много дров, расход большой, он вообще не для использования коммерческого, то этот чан, даже в самый лютый мороз, мы его разгоняем там за два с половиной часа, вот прекрасным образом подогревается до лужной температуры, иногда даже там, если, кстати, это там целая инструкция, то читайте инструкции вообще, Андрей говорит, что типа люди не читают, потом звонят, спрашивают, как что, читайте. Нельзя разогревать больше 30 градусов, мы всегда доводим до 28, после этого ты останавливаешь подбрасывание полений, и чан сам себя догоняет практически до 40 градусов, если продолжить топить и ждать, пока температура наберется 40, и датчик покажет 40, вы сварите гостей, поэтому есть своя технология, но очень классные чаны, вообще, вот прям всем рекомендую, good теперь, light, обращайтесь, проверено, опробировано, все, мы довольны. А что мне понравилось тоже на этой террасе, ну, во-первых, это такой заборчик, я так всегда понимаю, халаты, да, люди могут повесить? Ну, не совсем, это больше как декоративная загородка, есть часть людей, которые стесняются ходить в купальнике, если где-то кто-то может их увидеть. А я подумал, то есть даже можно и свои халатики повесить, не, можно и халатики. И забор вот так по периметру, то есть когда вот снаружи идешь, потому что мы когда приехали, здесь люди еще купались, да, это они вот там пару часов назад выехали, но ты когда идешь, ты их практически не видишь, то есть вот как-то там через щель, я понял, что, наверное, там люди, но по факту, вот это как бы тоже дает такую, ну, уединенность, то есть если у кого-то есть открытое пространство, вот сделайте примерно такой заборчик, то есть, ну, очень здорово. Если вы хотите домик у нас, мы вам сделаем любой заборчик. Так будет проще, да? На самом деле приватности много, нужно уделять внимание, потому что она важна. Если домики находятся слишком близко, обязательно предусматривайте зонирование. Ну, в силу каких-то причин, да, не у всех имеется 30 гектар, на которых они построят 3 домика и будут счастливым образом их сдавать. Ну, это не рабочая история совсем. Поэтому, как правило, это там 1, 1,5, 2 гектара, на которых достаточно плотная расстановка домов, но при этом присутствует зонирование, либо природная, там лесополоса у вас от природы повезло, да, с участком, либо искусственная, это вот те же самые туи у вас там буквально за год, за два, шикарный забор, который перекрывает вообще весь обзор, ну, и конфигурация домов, то есть, располагаем, вот мы вот везде все домики, крутили-вертели, как их расположить, чтобы люди глазами в глаза друг друга не видели, а где видели, мы сделали туевые заборы. Ну, а домики, так понимаю, все на сваях, да, здесь? Домики все на сваях, как можно ставить на ЖБ, но у нас были ограничения, ЖБ являются признаком капитальности, а нам нельзя такое делать, поэтому мы ставили на свайно-рентовом фундаменте, но если делать для себя, наверное, я бы ставила ЖБ, потому что меньше подвижка домика, меньше усадка, все равно почва играет, как бы сваи могут двигаться, поэтому ЖБ, она стабильнее. Вот сколько такой домик на вашем производстве будет стоить под ключи по срокам? Ну, примерно, даже плюс-минус. Без учета мебели, без учета транспортировки, потому что тут все индивидуально, такой дом стоит порядка 2,5-3 миллионов, в зависимости от комплектации. Если брать комплектацию, как у нас, то это ближе к 3 миллионам, если брать какую-то базовую комплектацию попроще, то это там ближе к 2,5 миллионам. Не, ну, лучше, то есть, ну, нормально. Нельзя экономить, да, это такая экономия, которая вам потом вылезает боком. Нужно использовать качественный утеплитель, нужно использовать качественные материалы, и мебель тоже надо использовать качественные. А сроки? 2 месяца. У нас ничего не изменилось с прошлого интервью. Мы все так же укладываемся в 2 месяца. Монтаж такого домика, вот конкретно этот дом был смонтирован на участке за 2 дня. У него еще как грибы росли. То есть, мы их перевозили, у нас гости приезжали там 2 домика, проснулись утром, но еще 3 домика смонтировали. Как это все успевается? Поэтому в этом плане удобно. Вы можете на работающей базе очень комфортно донаращивать новые дома. Чего не сделаешь, если ты, например, каркасник заказываешь, который у тебя там 2-4 на 7 пилит на территории, у тебя там жалобы от гостей. В этом плане, конечно, это очень комфортная история для дополнительных каких-то модулей, создания какой-то там новой территории. Это, кстати, прям вообще отличная тема. Давай, я думаю, зрителям напомним, потому что мы в прошлом ролике, кстати, обязательно вы посмотрите, говорили, что вы, в принципе, все домики, строите на собственном производстве, которое вы купили. То есть у вас есть и производство домиков, и опыт строительства. И получается, что люди приходят, потому что у вас есть и производство, и опыт, и как бы, чтобы они не столкнулись с какими-то прям серьезными проблемами в стройке. То есть из этого они приходят? Очень верно подмечено на самом деле, потому что домиков продается очень много, очень много производителей, модульных домов, каркасных, их бесконечное количество. Но на собственном опыте мы поняли, что дома, которые для собственных нужд подходят и устраивают, где-то там что-то потекло, где-то что-то поддувает, там чуть подмерзло. Но ничего, моя избушка, я там не так часто бываю. Но для глэмпинга это критически невозможно. У тебя должен быть дом идеальный, в любую жару, в любой холод. Поэтому вот этот опыт эксплуатации, он, конечно, очень сильно прокачал наше производство. Когда мы продавали эти дома, никто не жаловался, все нормально было. И когда мы стали их использовать сами, мы увидели проблемные моменты. Ну, во-первых, дома покупают, иногда зимой там не появляются, и знать не знают, что у них там промерзает. А мы используем каждый день, и гость должен приехать, дом должен быть идеальный. Не дай бог, где-то что-то дует, где-то что-то капает, где-то что-то замерзло, воды нет. Все это скандал, это недопустимо. Поэтому дома должны быть в идеале. И мы их дошлифовали вот за это время. Мы очень много чего поменяли, очень много чего пересмотрели, что-то выкинули, или что-то добавили. Сейчас много чего добавили в базу уже прям по умолчанию. То есть нельзя это выкинуть, там, белтермо, утеплители дополнительные, там, все, ветрозащиту. Все-все-все-все-все это предусмотрели. И сейчас дома, в принципе, уже на уровне, не знаю, каком-то идеальном. То есть их 24 на 7 используешь, мы вообще никуда не заглядываем. Поэтому да, кому хочется построить домик, либо себе на дачу, мы такие проекты ведем по всей России, либо это какая-то комплексная застройка, либо вы просто хотите, чтобы мы вас проконсультировали по строительству глэмпинга, там какие-то проблемы. Многие вообще забывают про моменты, которые просто в базе нужно сразу закладывать. Когда начинаешь с ними проходить по пунктам, они такие, блин, ну, точно. А если об этом вспоминать, когда ты уже строишь, это уже нерешаемо может быть. Поэтому да, ребят, обращайтесь, всегда рады, рады проконсультировать. Ну, естественно, если мы с вами партнеримся, мы не просто так свободная лавочка, которая, да, свободная касса, у меня очень много времени, я готова себя консультировать. Нет. Сейчас мы подходим к нам, к нам домику на дереве, как бы формально он не на дереве, он у дерева, но мы подняли обычный модуль на второй этаж, сделав такую крытую террасу, всепогодную, очень, мне кажется, крутая история для глэмпинга непосредственно, потому что у тебя 90 квадратов общей площади, из них теплый контур у тебя порядка 35, это сам блок, все остальное это у тебя террасы. По сути, это то, зачем приезжает гость, он приезжает насладиться природой, насладиться посиделками у костра, на улице, здесь у нас собраны просто вот все кайфушечки, которые должны быть для отдыха людей, дом еще не готов, но я бы на пятницу уже продала, это у меня стандартная вот такая практика, продать точно еще, да, сегодня вторник, поэтому у меня еще достаточно времени обустроить все до конца, еще просто фуф, куча времени. Здесь у нас встает как раз таки зонами, выйдем фундамент, уже залит под фурака, вот как раз приехала фурака, вместе с Андреем, да, как раз приехала, зона гамака, сверху мы видим такая плетеная история, у нас приезжал товарищ, который отдельно профильно занимается, выдерживает любую нагрузку, там мужчины, девушки, любой комплектации могут сверху поваляться в таком гамачке, снизу при этом могут париться, ну то есть тут можно абсолютно там каждому найти какой-то уголочек, который ему займет, который подает масса удовольствия. Здесь у нас зона посиделок, тут планируется еще у нас барная стойка, вот мы видим уже барные стулья пришли, стойка еще нет, но я успею все поставить, и на первом этаже также туалет, тоже мне кажется очень удобно, потому что когда ты, например, плаваешь в фураке, ты захотел в туалет, ты можешь воспользоваться уборной, не поднимаясь на второй этаж, также точно, сейчас, кстати, покажу очень прикольную деталь, также точно, когда ты там жаришь шашлыки, ты делаешь на первом этаже, тебе нужно помыть потом руки, тебе не нужно бегать на второй этаж, а теперь от нашего инженера очень мощная с двумя замками дверь в туалет и с обязательным опционом глазок, если ты надолго застрял и кто-то стучит, ты всегда можешь проверить и принять решение, открывать эту запорную дверь или нет, это у нас был заказ на все дома, так получилось, инженер у нас заказал и не посмотрел, что заказывать не входную дверь, а дверь такую, вот мы поделись на второй этаж, мне кажется, это вообще очень классное решение, ну ты выходишь, посмотрите, какой вид, ну просто нереальный, очень жалко, что вы не останетесь с нами на вечер, мы посмотрели вечернее освещение, а я вам потом пришлю видео, чтобы догоночку посмотрели, ну и вот сидишь с утра там за кофейным столиком, с чашечкой кофе, у тебя такой вид потрясающий, ели, березы, птички поют, собачки бегают, ну вот как не суметь отдохнуть в такой локации, мне кажется, это вообще невозможно, да, Марина, я так понимаю, это дом вашего производства, да, тогда сроки, стоимость, на самом деле, это абсолютно типовой дом, как все остальные, практически любой дом можно поднять таким же самым образом, освободив под ним пространство, в котором вы можете находиться, можно сверху возвести над любым домом такое же пространство, там с шезлонгами, с гидромассажными ваннами, модульные дома, они очень большой опцион подразумевают и можно практически любую фантазию изобрести, этот дом стоит 4 500, сейчас стоимость достаточно дорогая из-за того, что много террас, много лиственницы, много дерева идет при постройке этого дома, поэтому он достаточно дорогой, но он супер востребованный, мы только успели запустить такие дома, мы их уже реализовали, помнишь, в прошлом ролике мы еще только-только снимали, вообще еще ничего не было, сейчас мы их запустили и с момента запуска они нон-стоп у нас по заездам, то есть они очень востребованы, вот эта мечта домика на дереве, либо как-то вот возвысится над всеми, у меня следующая мечта, я теперь хочу еще трехэтажный дом, то есть я хочу взять модуль поуже и вот там вот зона есть у меня свободный петачок, это кстати тоже интересная идея, подумаю над ней, нет, поднять еще на один этаж домик и сделать такой прям дом в поднебесной, то есть вот сейчас мы видим, да, вот этот вот срез высоты, а если поднять жилой модуль еще выше, а этот модуль сделать тусовочным, а первый просто как входная группа, то мне кажется будет эта интересная идея, это вот у меня недавно идея возникла, я ее хочу реализовать, ну а фурака наверх поставим, фурака наверх, это конечно очень, чтобы они не купались, они прямо вот с высоты смотреть, фурака можно на второй этаж поставить, а можем зайти в домики, да, и посмотреть, как там все, домик еще не завершен, я повторяю, я его только-только аттестировала самостоятельно, и сейчас идет процесс декорации, поэтому потом итоговую мы покажем обязательно, как-нибудь вот там в следующий раз, да, обязательно встретимся, покажем, когда будет трехэтажный дом с двумя фурака, мы видим, это дом студийного типа, он предполагает размещение парочек в основном, но также допускает размещение вчетвером, здесь есть комфортный диван, который рассказывается в полноценное двуспальное место, здесь за стеночкой у нас туалет, здесь небольшая кухня с моим любимым панорамным окном, вечером потрясающе красивый вид, включается подсветка по всему периметру полуострова, и просто красота невероятная вообще, этот дом, он в темном цвете, это вообще моя находка, моя любовь, до этого мы делали, так как высота потолка не очень большая, мы делали дома в светлом исполнении, но решили рискнуть и применили фасадную краску, которая у нас везде по периметру дома, внутри, и решение очень зашло, и теперь у нас это решение номер один, гости, которые приезжают, остаются, такие же дома себе заказывают в таком же исполнении, там бани делают в таком же исполнении, при вот такой панораме, потрясающее, очень камерно и уютно находиться в этом пространстве с такой вот перспективой, здесь всегда, когда находишься, ощущение такое, как будто тебя никто не видит, а ты видишь всех, поэтому это вот мой любимый, один из самых таких любимых домиков по цветовому исполнению, ну и он комфортный, вдвоем, вообще великолепно, как бы если близкие друг другу люди, то можно поспать через перегородочку и вчетвером, ну и конечно, вот то, что мы видели на первом этаже, оно очень сильно привлекает людей, и сюда очень много гостей приезжает, именно вот в эти домики, вот у нас их как раз сняли, мои друзья, два дома сразу забрали, не глядя, только зашли, хотели другие, я говорю, посмотри, он зашел, все, сразу забрали, вот эти выходные дома уже зданы. Ну, 10 из них меньше хорошо, то есть родители, дети, то есть тоже. Да, ну удобно, на самом деле комфортно, как бы зонирование есть, этот дом еще не готов, он еще не отдекорирован, половина декора еще не расставлена, мы только сейчас, буквально перед нашим заходом смонтировали освещение как раз, поэтому только-только вот сейчас будем его отмывать и выставлять весь декор, чтобы уже был такой прям вот готовый-готовый. Марин, ну любой инвестор, это как бы не благотворитель, да, то есть это же не благотворительность, то есть он вкладывает деньги, и раз у него есть такие большие деньги, понятно, что он хочет получить какая-то отдачу, да, иначе смысл, да, по финмодели, то есть окупаемость, какая вот для инвестора, потому что же многие, когда строят, они, понятно, свои деньги, ну, вкладывают, им не хватает, они ищут инвестора, в какой порог, ну, длительность окупаемости инвестор, скорее всего, войдет, а в какой скажешь, ну, ребят, я лучше там в деньги, в банк положу по 20%, 100%, 100%, так и есть, у нас идет 25%, для инвестора, ну, как бы сейчас мы не ищем, да, и каждый проект, он индивидуален, и конкретно в этом проекте срок окупаемости будет 3,5 года, если бы, ну, это просто потому, что здесь вода, сама реклама сразу, если была бы территория где-то в лесу или в поле, там была бы другая история, потому что на воде при наличии ресторана, при наличии всей водной инфраструктуры, при наличии лодочной станции, банный комплекс, то есть то, что мы заложили, стоимость проживания в таком домике будет существенно выше, чем если ты ставишь в поле, как бы затраты, они чуть выше, но не так много, на самом деле, больше, чем там в поле, например, строил бы, тот же самый ресторан нужен, нужен, баня нужна, нужна, те же самые затраты, да, но стоимость участка будет иная, как бы тут участок, нам 65 миллионов обошелся, то есть вот для понимания, только вот, только сам участок, 2,4 гектара, если быть точными, да, с трех сторон окруженной водой, поэтому каждый проект, нет такого шаблона, что абсолютно любой глэмпинг окупится за 3,5 года, нет, много-много факторов, начиная от стоимости, за которую ты планируешь сдавать домики, потом фактическая стоимость, за сколько ты реально можешь сдавать домики, да, и вот наличие инфраструктуры, поэтому конкретно этот проект 3,5 года, но каждый рассчитывается индивидуально. По всей территории у нас установлено очень интересное освещение, я его посмотрела на Пинтерест, в принципе, как многое из моих идей, которые я подглядывала на Пинтересте, это такие круги диодные, вечером просто невероятная атмосфера, лес по периметру посвечен зеленым светом, и плюс включаются вот эти фонари, которых не видно, но они так равномерно распределяют свет по зонам, очень здорово, ну и по всей территории, как вы видите, играет такая медитативная музыка, чтобы прям максимально расслабиться, настроиться на волну, помедитировать, ну в общем, такое максимальное расслабление. Марина, ты говорила, что вот эта земля не предназначалась для вас, а тогда это, наверное, были торги, то есть с какой суммы вообще начались торги и как они сильно выросли? Да, конечно, ну любой аукцион изначально делается под кого-то, да, как бы все это знают, вот эту прозрачную всю историю, всем понятно, и мы не могли попасть на эту базу, нас сюда не пускали, то есть мы вслепую просто купили кота в мешке, но по карте мы понимали и видели, это была глубокая зима, мы видели, что со всех сторон вода, какой тут лес, какая природа, мы видели транспортную доступность, мы видели, какие рядом коттеджные поселки, это там не СНТ-шки, не деревни, это элитные коттеджные поселки, мы понимали, что место топовое, стартовая стоимость была 35 миллионов, с нее начинались торги, участвовала одна компания, кроме нас, кроме нас, участвовала одна компания, и, собственно, с ней мы как бы до последнего и бодались, но мы решили, что нам нужен этот кусок земли, и мы хотим его, чего бы, но на самом деле был потолок, и мы не дошли до него, мы думаем, ну вот если дороже, то все, ну уже куда, уже там и так финмодель рвалась по швам просто, мы думали, ну а другой вариант какой, ты попробуй даже вот такой кусочек земли сейчас найди, ну это очень сложно, поэтому это золото, вот такой кусок, это реально золото, поэтому вот чуть-чуть мы не дошли до порога, все хорошо не узнали, да, ну никогда же не понимаешь, какими финансами обладают, смотрят, мы смело так шагаем, тут же перебиваем, ну повезло, повезло на самом деле. Но это в течение одного дня делается, или в течение месяца? Нет, там шаг, то есть ты подаешь заявку, каждый аукцион, во-первых, как бы по-своему там проводится, в зависимости от того, каким там юрлицом является организатор, да, по какому федеральному закону он действует, ты подаешь заявку, просто на участие, они рассматривают, допускают, отклоняют в соответствии с требованиями, ты или нет, далее назначается, ну точнее это сразу в конкурсной документации, все прописано, назначается день торгов, и в день торгов ты выходишь в онлайн, и как на бирже, на самом, ну я просто раньше занималась этой историей, вообще аукционы, это мой профильный вид деятельности, и часто заходила до того, что настолько погружаются в эту, это как ставки, как казино, не знаю, там, и стоит вот по правой руке у тебя директор, который там хочет выиграть этот лот, и он такой, повышай, 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 мы должны его получить, то есть это такой уже азарт какой-то сумасшедший, ну то есть настолько это захватывает, это как в казино, я не знаю, это как ставки на спорт, да, такая история, там, поднимаем, поднимаем, и вот этот ажиотаж, такой вот вовлеченный человек, конечно, пережить не может, поэтому, ну мы спокойно, мы спокойно, планомерно, понимая, откуда мы можем, изначально спрогнозировали, как бы до какой цены мы можем подняться, чтобы наша финмодель, не поплыла, и мы уложились, мы, конечно, по максималке, но уложились. А земля, это получается как, сельхозка, СНТ, вот, это ключевое, земля рекреации, здесь была база, ее не надо переводить, она изначально для базы отдыха, она под это заточена, то есть в этом плане, конечно, вообще это красота. Ну, то есть если в том проекте, получается, рядом Даль, там ушел год, да, чтобы перевести. Тут, знаешь, как бы там сэкономишь, там потратишь, это такая история, так не работает. Тут сэкономили, окей, пришли, а у нас там дряхлый трансформатор, линия, которая перебрасывается через Истинское водохранилище, один из столбов стоит посреди Истинского водохранилища, вот так просто, поэтому где ты экономишь, а где ты попадаешь. Опять же, генератор, например, сюда мы покупали, мы в каждой базе ставим генератор, у нас это уже прям сразу по умолчанию включено в пакет. Если там у нас генератор обошелся нам под миллион с установкой, то здесь у нас идет генератор на 140 киловатт, мы посчитали так, что вот что бы ни произошло, свет выключили, и не надо было гостям объяснять, что не включайте, пожалуйста, одновременно все приборы в доме, да, все обесточено, по периметру там нет света, мы держимся на генераторе, вот это вот чтобы избежать, должна быть бесперебойка, стопроцентная, потому что ты заказал блюдо, извините, Сезарь будет завтра, вот, поэтому мы тут взяли на 250 киловатт, это полностью покрытие всей базы, без ущемления и без ограничения в плане использования бытовых приборов, и он нам уже обошелся, там в 2,5 миллиона сам генератор обошелся, здесь мы новый брали, там мы нашли у друзей с рассрочкой, здесь, к сожалению, так не повезло, пришлось взять новый, плюс там подключение сумасшедших денег вышло, поэтому как бы экономия, слово такое, где-то с экономией, ну, действительно, мы по реализации первой очереди мы уложились четко в модель, вот четко, хотя все равно за это время было какое-то поднятие цен, ну, даже на дома стоимость поменялась, потому что ревесина очень выросла в цене, мы даже это видели элементарно по партии дорожек, у нас приходит партия дерева на дорожке, мы ее уложили, заказываем завтра дерево, а ценник уже, извините, другой, поэтому, ну, все равно мы плюс-минус как бы погрешность задавали, и мы уложились в модель, которая у нас была спроектирована еще зимой. Марина, я еще заметил, что здесь нету столбов, и нету таких привычных многим растяжки к домам, электричества, к светильникам, то есть вот тут, получается, все расположено под землей. Ну, все верно, хочется создавать, на самом деле, современные локации, мы, конечно, не Бали, но не настолько приближены к Бали, чтобы сохранять все эти шнуры в открытом доступе, мы все прячем максимально, все должно быть эстетично, все красиво, никаких вот этих протяжек, растяжек, все спрятано, что-то под дорожкой коммуникации идут, что-то в траншеях прокопано, но максимально все спрятано, да. Молодец, что заметил, внимательный какой. Сейчас, гляжу, мы к номеру 7, да, подходим. Да, это одна из самых популярных вилл, она на две спальни, большая часть людей бронирует именно ее, потому что, во-первых, это семья, двое деток, двое взрослых, либо один ребенок взрослый, это компания, приехали парочками, общая гостиная, но ушли каждый в свою спальню. Это, наверное, ну, такой один из самых-самых популярных вообще у нас конфигурации домов. Так же, как вот при каждом другом, есть фурака у нас в этом домике, то есть вы как бы на веранде сидите, дождь, снег, вам вообще не важно, раз там фурака приняли, там вышли, халатик свой скинули, там накинули, все, посидели, хорошенько время провели. Тут же мангальная зона, да, можем зайти в домик и посмотреть, как внутри все настроено. Тут про что я говорила, да, у нас балийская атмосфера, мы старались ее придерживаться, вечерами очень удобно на таком топчине развалиться, включить проектор, здесь экран опускается, либо просто у тебя видовая такая панорамная история, ты можешь вообще даже проект, я бы не пользовалась проектором, если честно, я бы смотрела просто на природу, она реально потрясающая. И там кто-то устал, раз, пришел там все, эти две отдельные спальни, плюс этот домик, он очень удобный, компактный, по катастрофигурации, его ширина всего 6,7, глубина почти 8, то есть в принципе он вписывается вообще практически на любой участок, любой площади, и из-за того, что вот здесь, конечно, мы на кухне предусмотрели окно, это вообще моя любовь, и любовь практически всех, кто покупает эти дома, ты смотришь, ты не наказанная, стоишь, режешь салат в стенку, да, уставившись, а ты смотришь на очень красивый вид, но если как бы он есть, да, у тебя, если нет, то всегда можно воссоздать какую-то зеленую зону, но согласитесь, так готовить намного приятнее, чем стоять в углу наказанным, вот, но если вид не очень красивый, то эта стенка остается глухой, и тогда домики можно очень плотненько между собой выставлять, тем самым экономия места, и увеличивая, наверное, фонд, который очень критичный при расчете финн-моделя, ну вот здесь у нас как раз две спальни, они небольшие, но в принципе, как и показывает практика, люди приезжают сюда, конечно, спать, но больше тусить, поэтому мы сделали акцент на гостиную, кстати, я использую очень дорогие матрасы, дорогие подушки, одеяло, и постельное белье, не просто так, во-первых, как бы часть сна, это отдохнул, не отдохнул, да, влияет на впечатление, плохая неудобная кровать, у тебя отдых не сложился, ты встал, у тебя спина ломит, негатив будет стопроцентный, я был в таких, негатив есть, белочка пробегала, белочка была, мы ее видели вдвоем, она нам не показалась, вот, поэтому, такая аудитория, она, конечно, вообще самая оптимальная, и прекрасно размещается в этом домике, спаленки отдельно подснимем, потом покажем, на всем, здесь, кстати, обрати внимание, нет конвекторов вообще, все отопление идет теплым полом, очень равномерное распределение тепла, очень комфортное для ног, самый-самый первый дом у меня была ошибка, где я сделала керамогранит, стенки под штукатурку, конечно же, и забыла положить туда теплый пол, это просто было фаталити, очень полнейшее, потом коврами пришлось застелить, зимой холодильник, а считали зимой, сколько электричества вообще жрет? Мы считаем в целом, у нас же нет счетчика на каждый отдельный домик, у нас этих домиков здесь 13, ну как бы, ну примерно, и не резабили, в целом у нас по прежней базе, например, по рядом дали, у нас на электричество затраты порядка 60 тысяч рублей, на сколько домов? на 11 домов в зимний период, ну это получается меньше 6 тысяч рублей, то есть там от 5 до 6 тысяч рублей на домик, да, да, ну то есть в принципе, как бы нормально получается, но мы везде прям считали, чтобы не самые дешевые батареи были, которые выжигали, а балу, например, ставили, да, в этих домах мы там чуть подороже вложились в сами дома, в утеплитель, по стенам, там по потолку, по полу, теплый пол по всей площади, да, кстати, есть нюанс, если теплый пол по всей площади, то вот такая вот история у нас уже не получается, нельзя, чтобы мебель и ковер находились в плотном соприкосновении, должна быть воздушная прослойка, но вот эти ковры великолепно себя ведут, то есть они как бы такие воздушные сжатые, да, а если вы планируете какую-то мебель без ножек, либо какой-то ковер там, который просто поставится, а диван сейчас ждет, под него заказано подстолье, а он поднимается на подстолье, да, но ты говорила, что вот этот диван тоже такой прикольный, он трансформируется, то есть это как такие подушки, которые можно, это просто моя любовь, он стоит 20 тысяч рублей на Азоне, и преобразуется как угодно, то есть это три элемента, которые ты можешь притасовывать, там так, 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 там сбоку, сверху, повыше надо поднять, поднял повыше, там пошире сделать, пошире, для компании вообще идеальные решения, много, кстати, классных решений, я нахожу на Азоне, собственно, все, что вы видите, практически там на 99%, это все Азон, да, еще бы ссылок наставить, да, чтобы люди сразу узнали, чик-чик-чик-чик ссылочки, просто спам, такая спам-лист, слушай, у тебя еще очень хороший здесь туалет, я уже заходил, да, с такой прозрачной крышей, расскажи немножко, это моя придумка этого года, мне очень хотелось как-то преобразовать туалет, чтобы это была не комната для наказания, где в темноте, там, да, такой находишься, а это что-то было красивое и эстетичное, и я поэкспериментировала, поставила туда панорамное окно, потолочное, и получился такой некий эффект иллюминатора, во-первых, потолок за счет этого окна, оно поступает над крышей как грибочек, оно поднялось сразу наверх, у тебя днем всегда светло, в туалете не надо каждый раз дергать Алису, там, включи свет, выключи свет, ты зашел помыть руки, у тебя день, все, очень красиво, эстетично, но много воздуха, как-то туалет заиграл новыми красками, многих финмодель сыпется, то есть, когда они закладывают ее, скажем, этим годом, там, какие-то материалы, а строят, там, часть стройки переходит на следующий год, а в следующий год уже все, там, плюс 40% материал, оп, и денег уже не хватает, то есть, вы, когда строите финмодель, как вы, вот, по стройматериалам, и, ну, рассматривайте, что там будет увеличение, там, полтора раза, скажем, если мы эту очередь строим на следующий год. Да, но это, это была разовая история, тот период, когда скакануло все на 40%, в том числе, там, дерево и металл, когда у нас обрубили импортные поставки, он уже, слава богу, прошел, цены немножечко откатились, потому что, во-первых, поставщики нашли истории с параллельным импортом, или на время пропали, мы искали замену, они снова на рынке, они снова появились, мы их также применяем, но процент инфляции, безусловно, нужно закладывать, если ты рвешь финмодель на две части, и одна часть реализуется в этом году, вторая в другом, ну, как минимум 20% нужно заложить на то, что по-любому ценник поднимется, сэкономишь, уложишься меньше, ну, супер, молодец, но ты на освободившийся бюджет, что-нибудь что придумаешь, обязательно, как это делаю я, так, тут сэкономили, класс, бассейн строим, Марина, ты еще говорила, что в каждом доме стоит Алиса, да? Ну, как, по-твоему, это удобно, неудобно? Да, вы живете не один, у вас есть соседка всегда, это мега удобно, больше всего это ценят дети, для них это вообще такой некий интерактив экспириенс, как ни странно, для меня это, честно говоря, странно, потому что это решается все элементарно, блоком санов, внедрением его в счетовую систему, когда вы запитываете электрику, и, в принципе, это можно делать на каждый дом, на каждую квартиру, это вообще элементарнейше все подключается, и абсолютно все у вас управляется, отопление, все с блютусом, ну, нужно подбирать, да, мы как бы подбираем там датчики с блютусом совсем, все коннектится в одну систему, Алиса просто является голосовым управлением, ну, вы лежите там на диване, не знаю, вам надо что-то включить, вы просто не вставая с дивана, это, конечно, ведет к ленности, ожирению, для тех, для кого это не пугает, для них, конечно, история идеальная, Алиса, включи свет кухни, каждый модуль, он имеет свое название, когда вы программируете Алису, вы просто протоколируете, что там, эта комната называется спальня 1, эта комната спальня 2, эта туалет, эта веранда, и потом голосовым помощником, пользуясь, вы можете там сделать, там сказать, Алиса сделает отопление теплее, она поднимает автоматом на 3 градуса отопления, либо там убавит отопление, да, там, либо сделает там ярче свет, сделает там тусклее свет, ну, в общем, такие вот все опции, они, конечно, очень расслабляют, очень помогают, и как-то вот, ну, голосом всегда это легче, чем вот там, что-то руками подтянуться, знаю, что здесь еще у тебя музыка играла, да, от Алисы, а где стоит самая колонка? Мы ее прячем всегда, мы ее всегда прячем, у нас был момент такой, гости, когда заезжают, они не понимают, что Алиса, это умный модуль этого дома, и она не просто колонка, она мозг этого дома, и они начинают с ней знакомиться, и переключают ее на себя, в итоге все слетает, все вообще просто опять перенастраиваем умный дом, опять знакомимся с ней по-своему, ну, сейчас вот вели на это запрет, все, последние две недели у нас никто с ней не знакомится. Ну, все-таки музыка, это откуда включается, я спросил, там стоит, играет оттуда музыка, потому что я слышу, там, Алиса, включи музыку, и она начинает там, раз-раз что-то. Да, 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 ну, это удобно, это удобно, и у гостя прям заходит. Но ты говорила, что никогда не поставишь шалюшу на дверь. А я такое говорила, я действительно так считаю, потому что я доверяю умному интеллекту, мне все нравится, когда на свет включают, но на дверь все-таки я бы не поставила выходить из дома. Ты знаешь, что такая, типа, вам сегодня неблагоприятно выходить на улицу, там сегодня меркурианские какие-то, не знаю, эти движения. Из-за первой отец. Да, посидите как дома, да, или сегодня там день без машин, куда это вы собрались, ну-ка дома сидите, нет, тут я не доверяю, тут я сама ключиком, я старовер в этом плане, несмотря на всю прогрессивность. Многие в комментариях пишут, то есть сейчас банки дают ставки там 20%, да, то есть инвестор сейчас получает... Не, не дают, больше. Больше, да? Уже 22. Тем более 22, то есть инвестор 25. Почему стоит вообще вкладываться в это, ну, если банк дает, ну, там 22%? Слушай, ну, это же не просто доход, это еще и ликвид, это ликвид, который ты, помимо дохода, который тебе дал бы банк, ты еще получаешь там территорию с домами и готовый бизнес, который, когда он строится, это ценник один, то есть если бы мы, например, все-таки построили первую очередь своими силами, мы бы пригласили инвестора на вторую очередь уже совсем на других условиях, но это как бы любой понимает. Если у тебя готовый бизнес, поставленный, налаженный, все уже отшлифовано, ты его можешь продать там раза в три дороже, чем ты вложил в него, помимо того, что ты еще как бы прибыль с него получаешь, поэтому это по-любому выгоднее. Тут надо смотреть, с кем коллаборироваться, это основной момент, то есть можно напороться на том, что у тебя недобросовестный партнер, который тебя вовлечет в какую-то историю, до конца не будучи профессионалом, а потом окажешься, оп, и же статус непереводимый, или еще какая-то проблема нерешаемая совершенно, поэтому тут ключевое, с кем заколлаборироваться. Да, я здесь как бы подтверждаю, потому что даже если вы покупаете на эти деньги квартиру, сдаете ее в аренду, ну и вот все равно, даже, ну или там какой-то комплекс, комплекс и дом, он с течением времени дорожает, то есть его уж потом, даже, ну как объект, недвижимость, она все равно, вот за эти пять лет, ну которые там 20% банк окупать, то есть так у тебя останется 10 миллионов и то, что ты тратил, а так у тебя уже объект, который стоил 10 миллионов, он же может стоить там 20 миллионов, ну и вот правильно, он все равно уже... Задача квартиры на самом деле не очень интересная история, если какой-то ограниченный бюджет и нет возможности построить там хотя бы даже мини-глэмпинг, то все-таки строить домики и сдавать их посуточно, оно интереснее. Но персонал, да, как бы это нужно сразу понимать, что я ушла от этой истории, когда у меня было два дома и бывали моменты, когда я просто из Москвы бросала все свои дела и бежала убирать эти домики, потому что у меня в один день там уборщица не вышла, и быстро замены там трудно найти, там вторая там, не знаю, на Боличном, третья в декрете, четвертая еще что-то такое, и ты бежишь сама и делаешь, поэтому это как бы такая тоже история сложная сейчас, в наше время сложная, конкуренция сумасшедшая, очень много классных глэмпингов, очень много классных баз, которые современные, которые как глэмпинги, только прокаченные такие уже, пятизвездочные глэмпинги пошли, поэтому с маленькими объектами сейчас сложнее и сложнее, ну, если там для родителей история классная, поселил родителей, они там следят за этой мини-базочкой твоей, там, бася топит баньку, мама следит за порядком, такая история хороша, это, кстати, очень популярная история, такая в Переславле-Залесском мы отдыхали, и Золотое кольцо тоже отдыхали, вот у них прям практикуется, когда семья живет на территории, несколько домиков, и они прям их активненько сдают, ну, вот так, так хорошо. Мы сейчас подходим к домику, он на самом деле, один из моих самых любимых домов, после домика на дереве, здесь как раз вот это панорамное окно в крыше также устроено, и есть панорамное окно в спальне, дополнительное, очень такой он центровой, мы здесь засадили туечками со всех сторон, буквально пару лет активного и подкормки, которые мы их снабжаем, и это будет такой отдельный вообще VIP-двоек, закрытый со всех сторон, и такой приватненький, ну, уже в принципе он приватный, мне нравится, что он центральный, я вот люблю такой, вышел, и такой, а кто там что делает, где там какая вилочка, кто там купается, кто там кушает, как-то тут всегда так весело, интересно. Вот это вот адыгейские туи, да, вот эти известные. Вот эти известные, гремящие на всю Россию, там за 300 рублей, два метра, великолепная история. Вот мы сейчас находимся около этой террасы, здесь очень классно сидеть вечерочком, потрясающе, там птицы поют, не знаю, деревья шуршат, видно часть водички с этой террасы, вот мы сейчас на нее зашли, мангальная зона, то есть ты видишь, как уютненько, как все прям так здорово, красиво, и располагает к отдыху, правда? Так, а какая здесь квадратура этого домика, ну сколько здесь гостей помещается и его стоимость, если у вас заказывать? Это небольшой домик, он хорош на участке, которые длинные и узкие, тогда его можно поставить где-то вот там в конец, да, и у тебя перед этим участком еще как бы достаточно много места и домик может поместиться. Стоимость такого дома от 3 миллионов рублей, но это не считает доставку, свайное поле, подключение, там сантехника, ну и мобилировка, разумеется, то есть чисто коробка, чисто каркас с отделкой внутри. Здесь, что классно, кстати, вот этот домик, почему мне нравится, в нем есть прихожая, для личного пользования, если ты берешь дачу, это очень важный элемент, практически во всех остальных домах они обустроены под глэмпинг, там нет прихожая, она отсутствует, за счет этого мы увеличили зону гостиной, это критичнее для глэмпинга, но для личного пользования прихожая нужна, отсекает холодный воздух, когда зима, например, да, ты не ворвался в гостиную, там с морозов 25 я остудил мгновенно все помещение, ты зашел, ты разулся, снял грязную обувь, нет вот этой вот грязи в доме, ты разделся, да, есть куда куртки повесить, ну, как бы отсек такой отсекается, поэтому вот это идеальная комплектация для семейной пары, если заказывать к себе на дачу, на мой взгляд. Ну, вот сейчас пройдем вовнутрь, я тебе покажу, мне кажется, самоценишь, одна спальня, кухня-гостиная общая, коридор, и, естественно, там ванная комната, сейчас мы пройдем, посмотрим. Ну, вот мы находимся в гостиной, она небольшая, но очень уютная, очень такая комфортная для личного пользования, вот если вдвоем приезжаешь, например, там для пары, либо там пара с детками часто приезжает, здесь проектор, естественно, как везде, барная стойка для посиделок, здесь комфортно, можно и вдвоем, и в четвером уместиться. Кухня стандартной комплектации, это холодильник, это варочная поверхность и посудомойка, ребята, обязательно предусматривайте посудомойки, это такое спасение, вам гости спасибо скажут, когда после шашлыков, после всяких там посиделок, объедалок, вам не нужно стоять у раковины и мыть там эту посуду, чтобы позавтракать, просто загружайте в посудомойку, на утро у вас чистый комплект посуды, это вообще вещь, мне кажется, необходимейшая для всех глэмпингов, мало где она присутствует, даже на базах отдыха, единичной базы, где я ее встречала, вот единичные, ну не считают рентабельным, я так понимаю, ну просто это такой комфорт, не мыть посуду, я вообще ненавижу ее мыть, поэтому я прекрасно понимаю, девочек, которые приехали отдохнуть, вместо этого они стоят после всей компании, поэтому можно ресторан, и драть тарелки, но все равно, ты какую-то часть еды будешь употреблять в домике, даже когда мы откроем ресторан, я уверена, что будет часть гостей, которые останутся питаться у себя в домиках, такие тоже есть, интерверт называются, которые не нужны, там вина, тут фильм, ну все равно что-то здесь сделаешь, и на самом деле комфортно, вот мы отдыхали, когда вот в этом утро, я настолько привыкла к сервису, который вот у нас на базе, и мне даже мысли не могло возникнуть, ну то есть у них нет тарелок, у них нет вилок, у них нет бокалов, у них нет ничего в домике, там две одноразовые тарелочки, и пару стаканчиков одноразовых, это все, что у них есть, то есть понятно, что как бы для того, чтобы все максимально делали в ресторане, ну и ресторан нормальный, в принципе, да, хорошо было, комфортно, но какие-то вещи, ты хочешь делать там, ну тот же бокал, он должен быть под вино, ну как бы, да, сесть у себя на верандочке, вечером там, в ресторан можно у них пойти, взять в аренду, это стоит уже денежек, поэтому, ну мы за сервис, мы за то, чтобы у гостей было все, абсолютно все, к чему они привыкли дома, и чтобы у них в голове там даже не мелькало, что-то брать с собой из дома, мы старались максимально предусмотреть все, соль, перец, масло, кофейные капсулы, чайные пакетики, сахар, ну то есть вот эти вот обиходные вещи, которые ты обычно забываешь с собой взять, ты забываешь взять соль, она у тебя всегда под рукой, ты не помнишь про нее, а тут она есть, сейчас мы находимся в спане, вот то окно, про которое я говорила, то есть обычная комплектация, без этого окна, выглядит немножечко как загон, но благодаря вот этому окошечку, такому просвету, ты видишь, во-первых, дополнительно природу, еще кусочек красоты, во-вторых, он высоко, тебя никто не видит, там не просматривается, и у тебя со всех сторон, как бы зеркалка единения с природой, поэтому вот это, конечно, сон, очень я довольна, очень нравится, и зеркало, ребята, у меня, я предусмотрела такие вот панорамные зеркала, вы их видите в каждом домике, то есть теперь каждая красоточка может приехать к нам, и также вылить, как она выглядела в городе. Марина, я сейчас заметил, у тебя суперский такой столик, только что тоже на Азоне, да, куплен? Да, Андрей, это все куплено на Азоне, это очень удобная история, то есть можно сидеть на двоих, а я объясню, после чего я его купила, после того, как я пару диванов поменяла от винных пятен, я купила этот столик за 4 тысячи рублей, великолепное решение. То есть это можно сидеть вдвоем есть, потом можно отставить, можно ноутбук поставить, да? Да, это вообще эта история, которая на самом деле у меня в каждом доме, и даже дома я его использую, очень довольна, конфигурация буквы П задвигается под любой диван, имеющий просвет под собой, и опцион вообще не ограничен, поэтому рекомендую. Еще из планов таких масштабных запустить ресторан, но мы не хотим заниматься проектом этим самостоятельно, поэтому мы сейчас ищем партнера, который возьмет на себя эту прекрасную ношу по организации банкетов и проведения завтраков для наших любимых гостей. Мы уже построили огромную сферу, на 80 гостей сама сфера, на 20 человек посадка еще вокруг сферы, там летняя веранда, и этот бич-бар, который мы уже практически закончили, он будет коллаборироваться также с рестораном, то есть здесь планируется курение кальянов, там какие-то напитки, тут закаты потрясающие, виды фантастика вообще, такие вот розовые, зарево, ой, это нечто вообще там, поэтому мы сделали всякие такие гамачки, да, вот эти вот истории для чила, для кайфа, будет вечерняя музыка, приятно играть, там вечерние показы, какие-то киношки хотели транслировать в этом месте, вот, и все это мы отдаем вместе с ресторанчиком, поэтому если кто-то есть, кто серьезный ресторатор, кому это было бы интересно, мы с удовольствием рассмотрим эту историю, не хочется просто погружаться в эту тему, хочется, чтобы пришел такой же профессионал, мы как бы профи по гостеприимству, ресторанная среда, ну не наша, и хочется развивать дальше гостиничное направление, не хочется углубляться в ресторанную кухню, поэтому очень ищем сейчас партнера, который возьмет на себя ресторан, при ресторане бич-бар, также у нас в этом году будет реализован теплый бассейн круглогодичного пользования, то есть и туда, по идее, точно так же можно на вынос, все что угодно будет заказывать, в общем, на самом деле такая масштабная история, и должна быть очень интересная, потому что мы планируем даже некое водное такси, которое будет забирать здесь по пятакам различных коттеджных поселков, которых здесь очень много, тут не базы отдыха, нас окружают, а частные домики, хорошие такие, качественные частные домики, вот, и мы планировали такое водное такси, которое будет собирать гостей и привозить вечером, ну красиво, да, ты сел на лодочку, доплылыл до ресторанчика, причем их тут нет вообще, вообще нет в округе ресторана нормального, вот мы там сколько ездим, не всегда хочется самим жарить шашлык, иногда хочется уехать, чтобы тебя покормили, чтобы ты там не стоял у мангала, вот, нет тут ресторанов, а домов качественных с хорошим клиентом, с хорошим чеком, который можешь себе позволить, здесь много, поэтому вот, ищем, ищем тебя, ресторатора. Пишите в комментариях, все контакты будут в описании. Будем очень рады партнерству с качественными профессиональными ребятами. Мы находимся сейчас на веранде будущего ресторана, как видишь, это огромная сфера с большой панорамной секцией, с классным видом на воду, с классным видом на потрясающие реликтовые сосны. Здесь у нас располагается летняя веранда, внутри у нас на 80 человек посадочные места. В этой сфере находится только зона для рассадки гостей, плюс барная стойка. Отдельно мы предусматриваем модуль, в котором будет находиться санитарный блок, ну это туалет, раковина, и отдельный блок кухни. Они совмещаются, это единый теплый контур, сфера используется круглогодично, в ней предусмотрен также камин подвесной, мы предусмотрели отверстие. Сейчас вот ищем ресторатора, который со своим профессионализмом зайдет к нам и поможет поддержать качество, которое мы уже задали для себя внутренне и для наших гостей, и вот создаст с нами какой-то партнерский продукт, классного ресторана, который будет кормить наших гостей, который будет кормить всех наших соседей, которые сголодали здесь по нормальной кухне, потому что нет конкурентов, нет альтернативы. Вот, ну и в комплектации с этой сферой у нас также предусмотрена бичбар для кальянов и прочей сопутки. А высота, диаметр ее какой? Диаметр ее 14 метров, высота в коньке 7,60, если не ошибаюсь, то есть это такое сейчас оперное сооружение, так как нет утеплителя, внутри он не завешен, потому как нет разводки по электричеству. Чтобы ее сделать, нужен дизайн проекта, для этого нам нужно определиться с партнером, который выдаст свое видение, что бы он там хотел, мы его согласуем, как бы, и тогда уже затянем все полностью проведя проводку, потому что потом ты ее уже не кинешь никак, как бы специфика сферы, специфика конструкции. Ну, а ты говорила, вы хотите еще разработать какие-то такие пакетные программы, может быть, предложение руки и сердца, свадьбы, это как сейчас? Актуально, это все очень. Или когда уже после ресторана, да, начинается? А безусловно, нам для этого нужен ресторан, ну, какое предложение руки и сердца, если ты приехал, у тебя элементарно завтрака нет. Она такая, так, любимая, короче, вот тебе с вечера колечко, но яиченка с утра с тебя, да? Ну, нет, надо все это упаковать красиво, создать все условия, после этого сами набегают, на самом деле, ивенщики, когда видят такую площадку, видят возможность этой площадки, они сами к тебе побегут, тебе даже не приходится договариваться, они просто тебя видят, такие, все, это классно, мы с вами коллаборируемся, если ты еще готов платить агентские, их по-любому надо платить, то вообще тогда ты будешь любимый партнер, и тебе просто сами будут нагонять, у Лето будет расписано от и до. За нами то, про что я рассказывала, это эллинг, так как у нас здесь есть лодочная станция, подразумевается, что возможно и хранение этих лодок, то есть можно поставить свою лодку, приезжать отдыхать, кататься, там потом ночевать в домике, на зиму убирать ее к нам в эллинг, и таким образом не заморачиваться с ее доставкой на воду, с подъемом воды, с хранением где-то там в Москве, а здесь мы видим, у нас появилась опция этого сезона, квадроциклы, зимой мы еще дополнительно оснастим снегокатами, или ходами, кому как нравится, есть гидроциклы, лодочки, лодочки есть без капитана, в общем, старались максимально предусмотреть любые развлечения, которые вот просто доступны на воде, сапов там неимоверное количество, постоянно пользуются спросом, люди очень любят на сапах выходить на закат, он здесь потрясающий, вообще было бы чудесно, конечно, и нам на него сходить, но постараемся успеть, да, и застать заход солнца, поэтому любые развлечения водные у нас есть, на следующий год планируется также вейк-серф за катером, сейчас пока есть вейк, но за гидроциклом, поэтому можно приехать как с проживанием, можно приехать просто покататься, тоже пожалуйста, он песчаный берег, покатался, покупался, позагорал, когда-нибудь поел, отдохнул, дальше решил, надо ночевать или нет, или поехал в Москву, по желанию на воду. Мы сейчас находимся на пляжике, здесь у нас обустроенная зона для загара, гости купаются, за этой зоной как раз и прононируется у нас бассейн круглогодичного использования, за которым будет банный комплекс, такая грелочка при бассейне, то есть такой комплекс полноценный, вы видите, какой потрясающий вид, сейчас как раз близится солнышко к закату, солнце такое мягкое, приятное, загорать шикарно, и я думаю, также шикарно будет купаться, там у нас есть спуск пляжек для деток маленьких, по песочку, чтобы комфортно заходить в воду. Марина, еще очень всегда много вопросов от зрителей о персонале, вот расскажи, вот как решали с персоналом здесь вопрос. Тоже сложно, но мы растим кадры, мы стараемся персонал держать, сюда переехал администратор, который у нас уже давно работал на рядом даль, и она была по сути как Магеллан, мы набирали сюда администраторов, набирали семейные пары, это лучше всего, кстати, семейные пары на уборку, то есть он отвечает за хозяйство, она отвечает за уборку, нам повезло, у нас тут прям такие отличные деревенские ребята, которые не боятся работать, и прям умнички-умнички, с пониманием, с осознанием всего, для персонала сразу закладывайте домики, домики для проживания, потому что если у вас нет проживания, вы не соберете персонал, это утопия, это утопия, мы с ней столкнулись в первом проекте, там мы почему-то считали, что рядом очень много деревень, и санте, они не хотят работать, ребята, не пойдут никто, причем зарплата, ну вот у нас, например, там на пару идет зарплата, там 75 тысяч рублей на каждого, для как бы региона, при том, что ты пришел, ушел, ты там, например, в этом поселке живешь, пожалуйста, ходи через дорогу, никто не хочет работать, для меня это был шок, поэтому мы набираем ребят, которые из других регионов, они приезжают, как вактовым методом, и у нас несколько пар семейных, которые проживают, сейчас у нас две пары, как только мы запускаем в следующем году еще очередь, мы достраиваем городок для персонала, и запускаем еще две пары, потому что этим летом, конечно, вот сейчас лето закончилось, чуть-чуть потише, я думаю, хоть персонал немножечко выдохнет, специально не запускаю рекламные кампании, потому что думаю, сейчас мы немножечко выдохнем, мы просто вообще зашивались, у нас помогали в уборке абсолютно все, то что заездов было сумасшедшее количество, плюс, конечно, мы в этом году, так как новая база, еще пока стройка идет, мы сделали доступ к заезду посуточно, в следующем году мы уже сделаем минимум двое суток, потому что посуточные заезды, это куча стирки, это куча уборки, это сумасшедшие расходы, у нас в прошлом месяце только на прачку ушло 150 тысяч рублей, это помимо того, что хозу со собой тянет, каждый заезд, это там рулоны туалетной бумаги, там зубные щетки, там расходники, всякие шампуньки, гелики и прочее, 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 капсулы кофейные, здесь кофемашина в каждом домике идет, поэтому это очень дорого, и на следующий год, на летний период, мы точно уберем этот заезд посуточный, то есть будет от двух суток, у нас уже будет инфраструктура классная, здесь будет чем, в принципе, тут и так есть чем заниматься уже сейчас, но в следующем году будет еще больше развлечений, поэтому уже нет смысла ехать на сутки, поэтому с персоналом отдельная вообще, отдельная история, очень много труда на это уходит, очень тяжело каждый раз прощаться с работниками, есть момент выгорания, он есть, потому что работа с людьми, она самая тяжелая, 90% гостей у нас зайки, обожаю, но есть некий процент, который, почему это пошло сейчас, мне, честно говоря, непонятно, откуда это вообще, что человек считает, если он снял дом, то он имеет право хамить персоналу, он имеет право грубо с ним разговаривать, они всегда урожают, типа мы потом вот так не сделайте, мы вам отзыв оставим плохой, я думаю, ну, как бы ваше право, я зачем вас буду ограничивать, хотите поставить отзыв плохой, поставьте, но будут другие гости, которые напишут правду, и которые, ну, реально мы тут сами отдыхаем, я много где отдыхала, я действительно вижу, что база классная, получается, и сервис классный, и девчонки все стараются, и труда много вложено, но почему-то вот есть такая категория людей, которые просто уезжают, и после них требуется курс психолога, которые вот эти сутки вынесут мозг там, так что просто вот весь персонал потом лежит, такой, так, мне нужно где-то побыть в тишине, ни с кем не разговаривать, можно, пожалуйста. Вот как раз мы сейчас находимся на лодочной парковке, здесь у нас сейчас паркуются две лодки, которые можно снять без капитана, гидроцикл, два катамарана, весельная лодка, она вообще у нас бесплатно в доступе для всех гостей, то есть даже если ты там не хочешь что-то брать в аренду, ты можешь бесплатно выплатить и насладиться закатом, не знаю, взять с собой фруктики, там, любимую девушку, и вот с большой воды посмотреть и базу, и вообще территорию. На воде по-другому воспринимается, вот стоит так вот выйти куда-то там в воду, ты настолько сразу расширяешься, на плачочке земли, когда находишься, совсем другое впечатление, поэтому всем рекомендую, даже если не хотите там какую-то электротехнику брать, взять весельную лодку и прокатиться, посмотреть, как база выглядит с водой. Но это вы уже как бы тоже сами, да, делали весь этот понтон? Конечно, вот между прочим, каждый такой палец, это вот то, на чем сейчас стоит наш оператор, стоит на покупку, если покупать, 500 тысяч рублей, вот один такой блок. Мы его собрали, один такой блок, тысяч за, там, 30-50, не больше. Делали самостоятельно, в тот же день, когда мы только это все собрали, у нас приезжали ребята там с катерами, с лодками, они говорят, мы готовы это прям сейчас купить у вас там за 500, это вообще супер конструкция. Ну, классно работает, она же пережила зиму, мы ее там поднимали, опускали, ну, в общем, вообще супер такая конфигурация. И здесь как раз вот эти вот парковочные места свободные, мы их планируем также сдавать для сторонних лодочек, которые хотели бы парковаться у нас и оставаться на зиму. Не, может быть тогда приглашать этих студентов-психологов, которые будут тренироваться такими там, ребята, приезжайте, есть для вас клиенты, сейчас поговорите, потренируйте свои навыки. Я думаю, что это закончится в скором времени, мы все-таки лоббируем такой, некой ассоциации глэмперов за то, чтобы сделать обратную оценку гостя, это необходимо, ну, как в такси, в Яндекс, это сразу приведет всех в чувство, когда тебя не хотят размещать ни в одном отеле России, потому что ты ведешь себя как, не знаю, непорядочный человек. Это будет честно, обратная оценка гостя, она также нужна, когда сам ательер может сказать, что там бывает, приезжают со взрослыми женщинами, администраторами, мужчина может позволить разговаривать матом. Но это, ну, ребят, ну, воспитание должно быть элементарное, как бы даже если вам что-то не нравится, но имейте уважение, она тоже человек, она в этом искренне не виновата, в том, что у вас была плохая неделя, и вас там начальник всю неделю орал на вас, и вот вы приехали разрядиться, это неправильная позиция. Я вот убеждена абсолютно, что человек, который что-либо создает, у которого есть свое предприятие, никогда, нигде он не будет так себя вести. Так ведут себя те, кто ничего в этой жизни не сделал хорошего, и они считают себя вправе, вот таким вот образом оценивать то, что кто-то там делает и старается. Но я надеюсь, это искоренится. Я очень много сил к этому прикладываю, такие же люди, как я, участвуют в этом начинании. Я думаю, что мы добьем Яндекс в том числе, потому что все равно мы придем к тому, что все отели будут размещаться либо напрямую бронирование, через личный сайт, либо через Яндекс.Путешествия. Мне кажется, это уже очевиден путь такой. Друзья, когда вы строите загородный дом, не всегда есть возможность подключиться к центральной канализации, и нужно сделать ее автономную. Для тех, у кого этот вопрос актуален, обратите внимание на наши септики. Септик Барс – это септик, который не ломается. Мы делаем как обычные септики, так и станции глубокой биологической очистки. Все подробности на нашем сайте. Марин, давай тогда немножко о лайфхаках, как привлечь клиента осенью и весной. Все-таки опыт есть, да, и вот эта проблема, я знаю, что в ассоциации глэмпингов один из самых популярных вопросов, как нам быть, чтобы приезжали гости в несезон. Вот давай, что ты знаешь, что работает, и что ты вот у себя хочешь, ну, как бы, хочешь применить, чтобы потом, может быть, с людьми поделиться, работает это или нет. Ну, я применяю все, что работает. На самом деле, это все очень просто, инфраструктура. То есть, у вас должна быть кайфовая инфраструктура, которая позволяет насладиться природой вне зависимости от сезонности. Но это какие-то, например, там, крытые беседки должны быть обязательно у дома, обязательно, иначе гость приедет, у него пошел дождик, он что будет делать? Он сидит дома, да? То есть, это в базе сразу, либо какие-то козырьки на доме, либо отдельные беседочные зоны. Должны быть зоны, типа, там, ну, бассейн с подогревом, если можешь себе позволить, потому что бюджет такого бассейна порядка 7-10 миллионов рублей. Ну, вот в комплексе, если мы сейчас считаем, например, сауной, да, которую мы планируем делать, по борту бассейна будет сауна, такая грелочка, там же передевалка, туалетный блок, и вот сам бассейн с подогревом. То есть, размер 10 на 8. Он не очень большой, но мы, исходя из того, что его еще греть надо, как бы он в глубину-то 2 метра, да, и относительно того, какая загрузка, и как часто, ну, то есть, приехали у тебя, например, там, 14 домиков, да, как часто будет ситуация, когда все 14 домиков, как на пляж, ну, то есть, ты пройдешь, посмотришь, там, типа, ну, да, там, пока там немножко занято, попозже зайду, да, и так в течение дня он там, например, там, дальше там, если тебе надо, у тебя, во-первых, фурака в каждом доме заказываешь себе, вот, тоже точка притяжения, да, фурака, ну, то есть, только инфраструктурой можно побороть, когда человек должен понимать, зачем он к тебе едет в эту отвратительную погоду, когда собаку не выгонишь на улицу, у меня собака отказывается, надо там, куда гулять, там дождь, ты что, с ума сошла, вот, ты должен подумать, что ты скажешь на вопрос, а что я у тебя буду делать в дождь, ты такой, так, у тебя там беседка, у тебя бассейн с подогревом, у тебя фурака, у тебя банька, тебе там то-то-то-то-то-то, вот эти вот набор, типа ресторан, пожалуйста, вечером пошел, посмотрел киношку в ресторане, покурил кальянчик, да, потом пошел в дом, там, не знаю, на проекторе посмотрел что-то, там включил какую-то заставочку приятную, посидел, поболтал с винишком на крытой террасе, да, послушал шум дождя, насладился, преисполнился и уехал домой, то есть, вот, это должно быть, глупо на самом деле думать, что я поставлю сейчас тут 10 домиков, и ко мне, как попрет народ, нет, не поедут они к тебе, должны быть точки притяжения, либо должно быть что-то рядом, ну, вот, например, есть, кстати, прикольный отель, мы недавно ездили в Утрау, я нашла их на ютубе, это казанские Мальдивы, так называемые, и мы ездили посмотреть, познакомиться там, что как, потрясающий вообще проект, кстати, вот прям, кто рядом с Казани, рекомендую заехать, очень интересно, тоже на них куча жалоб, конечно, там гости пишут, что это не так, это не так, мне понравилось все, да, есть какие-то моменты неухоженности, но, ребята, у ребят 30 гектар территории, 60 домиков, если где-то паучка не смахнули, это нормально вообще, почему такое отношение, ну, то есть, не включается мозг, посчитай, сколько персонала нужно, чтобы убрать, единовременный заезд, выезд, 60 домиков, посчитай, сколько должно быть завхозов, чтобы покосить 30 гектар, сколько должно быть персонала, который постоянно что-то ломается, гостям типа, а это поломалось, так это же вы и ломаете, это же до вас поломали, это же не владелец, он только успевает чинить, у нас каждый выезд, стабильная какая-то поломка, каждый выезд, где-то что-то разбили, причем, просим гостей, ребят, пожалуйста, говорите об этом сразу, у нас же следующий заезд, ну, то есть, там сломалась, не знаю, крышка унитаза, это критично, ее еще надо подобрать, об этом нужно говорить сразу, нет, они ждут до упора, пока домик там не примут, и начинаются вот эти вот истории, там за три часа, что-то поменять, починить, иногда это невозможно физически, а у тебя заезды, тебе гостей некуда переселить, поэтому на такие нюансы не стоит обращать внимание, и вот у этих же ребят, которые у травы построили, у них есть отель русские сезоны, изначально, я так понимаю, что там был отель на номерной какой-то фонд небольшой, и потом они начали масштабировать, масштабировать, так вот сейчас, у них инфраструктура, это лыжня, они коллаборируются рядом с парковой зоной, у них там лыжные тропы, это что, это сразу тебе, кстати, часто очень запрос, по лыжным тропам, оказывается, очень много людей на пеших лыжах, то есть я воспринимаю, как бы, ну я на сноуборде катаюсь, для меня это, ну вот пологая местность, она меня не как, ну что, что тут делать, там на хаске, не знаю, там на санях, что-то такое, очень многих это привлекает, и вот у них там рядышком, какой-то парк, альпак рядом, то есть они выбрали такое место, которое уже было обжито, вот этим вот якорями, что им осталось делать, они поставили несколько отелей, несколько домиков, сделали бассейны с подогревом, сделали небольшой спа-комплекс, все, идеальные локации, всегда есть, чем заняться, всегда, ты можешь приглашать на ретриты, какие-то там йога-туры, мы планируем это делать, мы планируем делать такие, ну какие-то там шоу-программки, именно на выходной день, не знаю, можно даже, если в рамках семейного глэмпинга, да тупо плов, приготовь, да, в эту субботу мы готовим плов, угощаем всех пловом, пловная вечеринка у нас, но это классно, это располагает, вот мы сделали, например, намеренно, здесь нет костровой около каждого домика, но есть общая костровая, которая находится за нашей спиной, это место сбора гостей, чтобы гости между собой общались, и в первый же день, когда мы ее только поставили, мы еще ничего не запускали, не афишировали, мы просто сложили дрова, поставили креслица, мангал, и в этот же вечер смотрим по камерам, у нас там сидит несколько домиков, они сколлаборировались, взяли там с собой винишко, бокальчики, там забили этот мангальчик, и сидят у костра, болтают, то есть вот такие вот места притяжения, как бы место общения очень классно заходят. Марина, ну чтобы вообще люди начали приезжать в комплекс, да, там глэмпинг, или база отдыха, ну без рекламы никак, да, то есть можешь рассказать о опыте рекламы, то есть что было, что сейчас? Конечно могу, сейчас что мы используем? Мы используем коллаборацию с Яндекс.Путешествиями, мы работаем напрямую, бронирование, у нас раскрученная страничка в Инстаграм, ее было легко, на самом деле, раскручивать, потому что уже была развитая база рядом даль, и множество гостей просто поехали оттуда, которые вот там находились, мы для них рекламировали, типа, ребят, у нас есть общая система лояльности, накопительные баллы, там за каждый заезд, начисление идет, их можно тратить на допы, в общем такая интересная история, как бы... Какой-то маркетинг продумывает, да? Да, безусловно, ну, слушай, ну у тебя команда все равно будет большая, я про это говорила там в прошлых выпусках, да, о том, что ты там не один, то есть я как бы не одна это все делаю далеко, за каждым проектом огромный пул работы, который ее не видно, это офисные работники, это юристы, которые там кучу всего продумывают, начиная от договора оферты, который на сайте, заканчивая там статусом земли, разрешениями, вот этой вот всей согласовательной базой, потом там руководители проекта, которые согласовывают, ну, то же самое увеличение мощности, замена подстанции, это огромная работа, это много усилий, это много времени, даже элементарное размещение в инстаграм ежедневных каких-то постов, продумывание какого-то контекста, договоры там, не знаю, там с блогерами, да, чтобы там приезжали, освещали базу, чтобы люди о ней узнавали, это все огромный труд, это огромное количество людей, которые работают над каждым продуктом, если ты думаешь, что вот типа я с женой сейчас эту базу организую, нет, ну, либо вы зашьетесь, перегорите, либо у вас будет там недоделка, тут недоделка, там пробел, тут пробел, да, как бы, ну, невозможно физически самому охватить, ну, и плюс я за то, чтобы все делали профессионалы, то есть, если я не профи в маркетинге, то пусть это делают те, кто профи в нем, если я там что-то в другом сильна, да, как бы я придумываю какие-то идеи, придумываю какие-то инфоповоды для них, но всю остальную реализацию они делают самостоятельно. Ну, тогда Инстаграм, что ли? Инстаграм, мы пробуем там типа ВК, но я так это не люблю, это какой-то шаг назад, если честно, потому что там в детстве были сначала одноклассники, потом ВК был, потом мы перешли в Инстаграм, Фейсбук, и сейчас такие, добро пожаловать в прошлое, я не люблю, но ведем, ведем, да. Яндекс.Путешествия достаточно большую часть бронирования дает, реанимируется Авито, я вообще про него забыла, если честно, ну, как бы такая, не хотите работать нормально, строите там всякие там препятствия для размещения, ну, я не буду биться в закрытые ворота, я переключу эту энергию на другие ресурсы, которые более лояльные и более комфортные для работы с ними. И тут такая, сижу Авито, мне дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, новое бронирование. Я думаю, что случилось, я же ничего не проплачивала у вас, вообще фотки зимние, там фотки зимние, зима, снег, люди бронируют, не бали как раз. Такие раз-раз-раз, смотрю, такая, ну, ладно, там, маркетологу, говорю, Вась, поменяй фотки на летние, что ли, посмотрим, дадим шанс еще раз. Поэтому, что-то начал проклевываться, как-то, видимо, они, наверное, переоценили, услышали, увидели, я думаю, по цифрам, по финансам, по статистике за месяц, я думаю, они все увидели, сколько они имели, сколько они потеряли, поэтому, вроде как, меняют свой какой-то вектор. Ну, и, конечно, это самая лучшая реклама. Гости, если у вас все классно организовано, если у вас хороший сервис, если хорошая база, это лучшая реклама, сарафанное радио, когда у тебя не блогер освещает, у которого там, 333 освещения в день, да, там просто заходишь в инстаграм, точка, точка, такие сторисы, а когда реальные люди просто приезжают, я поехала отдохнуть, мне там подружка Маша написала, там, Вася написала, еще кто-то написал, я им всем прорекламировала, да, супер, классно, и очень классная история с возвращенцами. Над этим нужно работать, чтобы гости у вас возвращались, чтобы он, это самая лояльная публика, им никогда ничего не мешает, им всегда все нравится, они уже там знают администратора, не знаю, там, у нас не, нет, текучки, тьфу-тьфу, чтобы не было, поэтому они уже узнают администратора, что-то типа, о, Алла, мы отдыхали у вас в прошлом году, например, да, или вы там зимой, а теперь летом приехали. Кстати, очень много у нас было возвращенцев после заезда зимой, они приехали летом, это было приятно, то есть зимой они оценили перспективу, хотя молодцы так верить в нас, мы сами не верили, что мы это все причешем к лету, но вот приехали, это, конечно, самая классная история. Ну, и, пожалуй, сейчас все, Яндекс.Директ работает, но там прям надо настраивать хорошо, то есть это должен быть специалист, который прям настроит, как следует себе. Друзья, у нас очень многие спрашивают, где можно протестировать наши горячие купели, но мне кажется, идеальный вариант, это приезжать вот в такие вот комплексы, как в Невале, да, то есть здесь можно и в домике отдохнуть, и шелыки поесть, и в Фурако покупаться, не знаю, порыбачить, вот на лодке покататься, на САПах, на квадроциклах, поэтому приезжайте в такие комплексы и тестируйте наши купели. Ребят, ну, если вы хотите протестировать дом, это все-таки такая покупка серьезная, поэтому прежде чем покупать, я рекомендую пожить, поэтому приезжайте, пожили, посмотрели, почувствовали объем, почувствовали, как вам этот дом, после этого со спокойной душой, уверенно, уже не по каталогу, а поживя воочию, пощупав, по дорогам, заказали. Если вы хотите построить базу отдыха, и не знаете, с чего начать, не знаете, какие будут трудности, также обращайтесь, у нас есть пакетные истории для ребят, которым нужна помощь, и которые не хотят ошибиться в плане экономики, и просчет финансов допустить, поэтому обращайтесь, пожалуйста, проконсультирую, все контакты будут указаны внизу, под видео, также ссылочки на сайт, ну, и спасибо большое, что посмотрели этот выпуск, если досмотрели до конца, то вообще большие молодцы, если вы не подписаны на канал Андрея, потрясающе полезный канал, подпишитесь, если подписаны, пожалуйста, поставьте лайк, нам будет приятно, что мы этот день посвятили съемкам этого ролика, нам будет очень приятно ваша обратная реакция, спасибо большое, пока-пока, всего доброго. GoodLine. Укрепляй здоровье, наслаждаясь жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова